Ну что, Ксения, привет! Привет! Как дела у тебя? Хорошо, спасибо! Ну что, мы начнем наше первое интервью для завода Инфо. Очень рад тебя сегодня видеть в этот летний жаркий день. Спасибо! Да, лето 2016. Хотела тебя расспросить о твоей минувшей недавней поездке в Америку. Ты вернулась с такими необычными, необыкновенными эмоциями. И хотелось бы тебя поподробнее расспросить о деталях, каких-нибудь интересных моментах. Да, давай только мы начнем с того, что вообще как так получилось, что ты начала танцевать, как танец пришел в тебя, вот, и где и когда это произошло, кто этому сопутствовал? Ну, я, как и все, начала танцевать с детства, но танцевала я спортивные танцы, акробатический рок-н-ролл. Вот, это немножко другое, но, скажем так, это, наверное, был первый танец, который в меня вошел. А я, скажем так, меня мама водила по всем кружкам, которые только можно. Ну, естественно, мама молодец, нам спасибо. Вот, и я ходила там на стрельбу, на самбо, на какое-то карате, короче, на какие-то непонятные, неимоверные штуки, на футбол. Вот, и потом, как бы, меня отвели на танцы, и как-то с первого дня тренер сказал, типа, вот, эту девочку надо оставлять, и сказать, бросайте все, идите танцуйте. И как-то так мама такая, ну, окей. И я осталась, и у меня с первого дня, ну, в принципе, не было сомнений, мне сказали, ты танцуешь, тебе надо танцевать. И я такая, окей, буду танцевать. Слушай, а тебе, ну, помимо вот танцев, была ли ты связана как-то с детства с музыкой? Может, тебе кто-то какой-то исполнитель был любимый, типа, какой-нибудь кумир, девчонкам нравятся ребята красивые. Который застал меня танцевать? Ну, может быть, ты танцевала под его песни? Ой, на самом деле, у меня нет такой истории. Как у всех, я влюбилась в Майкл Джексон и начал двигать. Нет, у меня нет такой истории. Я ходила, кстати, да, в музыкальную школу, играла на пианино тоже. Вот, то есть, в принципе, для меня танец, наверное, это не столько, на самом деле, вот, артист, это да, то есть, у меня есть какие-то артисты любимые, но я их не воспринимаю, скажем так, как танцоры, то есть, они для меня не эталоны. Ну, в плане, вы понимаете, да, не то, что не эталоны вообще, но, я имею в виду, что это не те, которые именно отвечают за танцы. Вот, если я начну работать на сцене, там, допустим, именно артистом, к примеру, да, или, там, театр, театральная сцена, танцевальная, там, мюзиклы, да, то вот тут я могу вдохновляться, скажем так, а в основном я, на самом деле, вдохновляюсь, честно, именно, скажем, под танцовкой. То есть, на самом деле, я как-то все время смотрела именно на танцоров. Для меня было разделение между просто человеком, который говорит, я танцую, человеком, который профессионально танцует и только танцует, вот, скажем так. Окей, ну, клево, слушай, и с детства, ты сказала, с детства, и вот получается, что у тебя не было никаких перерывов, то есть, ты танцуешь прям вот всю жизнь и делаешь это каждый день. У меня был один перерыв, это когда я заканчивала заниматься вот как раз акробатическим рок-н-роллом. Скажем так, я заканчивала, потому что я поступала в институт. И мне мама сказала, как всегда мама, ну, мама же меня отвела, и она такая говорит, надо зарабатывать мозгами. Я такая думаю, ну, что я пляшу? И в момент поступления в институт я как-то ушла с танцев, но благо во время подготовки я познакомилась со своей учительницей, которая танцевала гоу-гоу в клубе. И она такая, типа, ты что? И, в общем, она повела меня там на всякие кастинги, и в итоге, то есть, скажем так, учеба обычная все равно привела меня в танцы. И когда я уже поступила в институт, я подумала реально, а что я сижу-то? Ну, все уже, я как бы начинаю работать, да, начинаю учиться, да, я молодец, мозгами работаю, и надо возвращаться, потому что опять все меня толкает туда. Слушай, круто. Ну, вот, вернемся к тому, что мы говорили, хотели с тобой поговорить про Америку, и мне бы хотелось узнать, а почему именно Америка? Ну, в мире есть куча разных танцевальных центров, типа, там, во Франции мощная школа, я знаю, что и в Испании неплохая школа народных танцев, то есть, есть разные хореографические, скажем так, факультативы и разные центры, где можно повысить квалификацию, ну, не только ученикам, но и педагогам. Скажи, а почему ты выбрала именно Америку, почему ты поехала туда, может быть, тебе кто-то подсказал? Ну, на самом деле, да, мне подсказала индустрия, скажем так, но изначально реально в современной, скажем так, в современной хореографии, да, в уличных стилях больше обучения и какая-то движуха происходит в Америке, все происходит на к нам, да, из Америки приходят, всякие стили, там, тот же ВОК, да, и, ну, в общем, много чего, что приходит оттуда, становится у нас, и все такие, вот, надо ехать туда учиться. И я, как бы, ну, слухой-то все, я хотела поехать еще три года назад, но у меня были проблемы с визой, поэтому, ну, как бы, вот у меня произошло вот так. Я думаю, что если визу мне не дадут, я поеду как раз во Францию, то есть у меня был такой план. Но тут получилось так, что мне дали визу, и такая, о, ну все, Франция отменяется. Супер, круто. Слушай, скажи, и, значит, ты попала, вот это была твоя первая поездка, да, в Америку? Сейчас? Да. Уже вторая. Вторая. То есть, ну, я была за этот год два раза. То есть ты попала туда непосредственно по туристической визе, это не было, как у всех, история с work and travel. Да. То есть тебе не приходилось работать в Америке, подрабатывать, каких-то таких историй, и чумовых с тобой не происходило? Чумовых сразу. Да, чумовых история не происходила, но мы изучали вопрос, когда я поехала второй раз, вот именно в Лос-Анджелес, мы изучали вопрос именно работы. Но, если честно, для меня работа все-таки по профессии, то есть я приезжаю в Л.А. и танцевать, и я хочу работать танцором. И я узнаю, как работать танцором. То есть для меня не сама цель приехать в Америку, сказать, я была в Америке, и работать официанткой. То есть в этом смысла для меня лично нет. Я могу здесь остаться и работать танцором. Вот, поэтому там мы узнавали только вот, ну, на самом деле, узнавали вопросы, как работать там танцорами или хореографами. О, круто. А тебе предлагали там какие-нибудь замены, возможно, какое-то трудоустройство? Были варианты или возможности устроиться там российским танцорам нет? К сожалению, ну, лично мне не предлагали, но опять, скажем так, там, если мы говорим о топовых студиях мировых, в которые я ходила, конечно, меня там просто так не видят и скажут, что у вас такие фиолетовые волосы, идите к нам работать. Вот, то есть там такого нет, там очень большая конкуренция индустрии. Если бы мы захотели, да, вот я бы захотела, я бы могла пойти в обычные студии и подавать резюме. Там проблема в том, что там очень серьезный законодательный проект, очень серьезное законодательство, и без любых американских документов вот реально устроиться куда угодно. Даже убираться в танцевальную студию невозможно. Возможно, за деньги. Ну, то есть я, опять-таки, должна либо заплатить денег за документы, либо заплатить деньги, чтобы работать. То есть это очень сложно для русского человека только отдыхать, ну, и вот учиться. Слушай, ну, расскажи, вот ты приехала, ты попала на тренировки, это действительно, я думаю, что это абсолютно другой уровень. И скажи, насколько быстро ты вообще вошла в ТЭП, этих тренировок, может быть, ну, ритм тебе показался с самого начала дико сложным. И забегая сразу вперед, скажи, вот, ну, вообще среднему танцору, который попадает в Америку, попадает на, ну, как бы на более высокий уровень обучения, сколько ему нужно времени, чтобы адаптироваться? Сколько времени ушло у тебя? И как ты считаешь, сколько времени, возможно, потребуется ученикам? Ну, первый раз я поехала в Нью-Йорк, и первый раз как раз вот изучала основное, там, стрит-джаз, там, всякие джазовые техники. Они, конечно, для неподготовленного человека, как я, например, у меня нет джазовой базы, да, я вот у меня современная, и для меня, конечно, сложно. То есть запоминание у меня на отличном уровне. Я могу запомнить рутину любой длины, но исполнить ее как надо я не могу. И тут вопрос в том, что если нужно просто прийти и что-то там позапоминать, то уровень, в принципе, может быть любой. Но я считаю, что если ты идешь учиться, ты должен перенимать, смотреть, скажем так, считывать, слизывать с педагога и стараться сделать это максимально офигетительно. Поэтому здесь вот для адаптации, мне кажется, нужно много времени. Если, конечно, огромная база именно по направлению, в которую ты едешь, занимаешь только им, возможно, будет гораздо проще. Скажем так, можно с первого занятия нормально там танцевать. Но лучше других танцевать, и там не будешь с первого занятия. Я понял. То есть... Я понял. Слушай, ну а если, ну, может быть, ты ощутила на себе, вот, как новичок, который туда попадает, в студию, вообще, ну, уделяется ли ему какое-то особенное внимание, либо он приходит, и, в принципе, как бы ситуация традиционная. То есть он приходит, учится, как и все остальные, учат те же самые связки, либо педагог замечает в данном случае, что кто-то приехал из другой страны, пришел к нему на занятия специально, изучает его стиль, изучает его технику, и, возможно, он что-то большее показывает или уделяет какое-то отдельное внимание. Было ли такое у тебя? Отдельное внимание было, но мне кажется, это зависит именно от педагога. То есть есть действительно занятия, которые, если у тебя недостаточно уровня, ты приходишь, приходит толпа, приходит, заходит педагог, и все. И вот начинают. И вот как они начинают, причем самое забавное, что у меня был один из первых уроков, вообще, когда я приехала в Америку, я смотрю, вот в Бродвей Дэнс Центр, я была первой, да, в Нью-Йорке, и там огромная студия, огромные помещения, там все тянутся, разминаются вне зала. И я смотрю, все сидят такие там на шпагатах, ну я думаю, ну ладно, они, наверное, там ее занятия, ну что-то там делают. Я захожу в зал, думаю, ну сейчас мы будем раздвинуться. И чувак такой, Дерек Митчелл его зовут, такой, ну поехали. Я такой, что, где разминка? Куда кушать? То есть, ну, и у меня не было шанса вообще подготовиться. То есть я просто такая пришла и давай. Вот, то есть такие занятия и без подготовки, конечно, ну, будут тяжелые. И там не было никакого, вот, скажем так, взгляда в твою сторону или что-то. Просто пришли люди, занимаются. В Лос-Анджелесе тоже таких занятий много. Уделяют внимание на занятиях basic. То есть есть занятия. Вот в Нью-Йорке есть уровни, на самом деле, а в LA нет. Там есть либо basic, либо уже не basic. Соответственно, если ты перехочешь на basic, тебе будут уделять внимание. Там, да, на какие-то просто, например, там занятия на VogueFem я ходила. То есть это просто общее занятие, да, на котором тебе будут объяснять, рассказывать. На всяких классах по хореографии, отдельной педагогии, вот если нравится, например, Шерри Мураками, она подойдет, поприветствует пятерку, спросит, откуда ты, запомнит, и потом будет говорить, о, раша, hello. То есть ей это интересно, а кому неинтересно, те не будут общаться. А какие-нибудь интересные педагогические приемы, может быть, то, чего ты никогда не видела, какие-то игры, упражнения, ты что-нибудь там для себя, вот если мы выберем какое-нибудь одно, самое прикольное, что-нибудь ты увидела такое, что тебе запало в сердце? Есть у меня такое упражнение, ну, скажем так, возможно, у нас тоже это практикуется. Я была на контемпе, и просто так как я не профессионал в этой области, да, и в основном учила только хореографию, то есть никаких таких суперупражнений, ну, импровизация, допустим, да, какая-то контактная, все. Но там был замечательный мальчик Уэсли, который, скажем так, мы, в общем, танцевали хореографию, ну, там каждый в свою музыку, то есть музыка там была очень странная, там практически не было музыки, это звуки деревьев, ну, думаю, ладно. И потом нужно было в процессе этой хореографии начать двигаться в кругу, то есть по кругу ее танцевать, и все начинали друг за другом, и музыка, как бы, и весь, все занятие заканчивалось только тогда, когда любой последний человек, который захотел закончить танцевать, закончил. То есть я могу в кругу танцевать хореографию хоть до бесконечности. И когда я чувствую, что я заканчиваю, вот я все, я, вот, высказал свою историю, я останавливаюсь. Вот это было офигенно. То есть и мы вот, скажем так, ну, вот люди танцевали, и это было что-то такое невероятное. А ты пробовала это применять уже на уроках, либо твои ученики пока еще на начальном уровне у тебя, ну, нет возможности это применить? Будешь ли ты это применять, если у тебя будет сильная группа? Я думаю, что на самом деле от уровня это не зависит, то есть можно давать им не хореографию, они могут это делать на импровизации, скажем так. Окей. Вот, но я, честно, не применяла, но после этого вопроса сделаю это в ближайший же день. Потому что мне кажется, это здорово, да. У меня следующий вопрос к тебе. Расскажи, пожалуйста, находились ли какие-нибудь, появились ли у тебя какие-нибудь интересные места? Может быть, ты знаешь, тебе порекомендовали какие-нибудь клевые вечеринки, клубы, где танцоры могут встретиться, пообщаться. Расскажи, может быть, какое-то место тебе особенно запомнилось? Ну, да, такое место есть. Нам бы рекомендовали в Лос-Анджелесе, наверняка, я знаю, что в Нью-Йорке тоже есть. В Нью-Йорке очень сильное бокс-сообщество, там есть куча всяких подпольных штук, но меня туда не звали. Но в Лос-Анджелесе, да, есть такой бар, который называется Федерал, и он находится между Lifestyle Movement школой и Миллениумом. И вот между ним люди ходят туда-сюда, танцоры туда приходят, кушают, отдыхают, и можно там встретить своих, скажем так, единомышленников, вечером там тусовки, коктейльчики, можно затусить и обменяться, скажем так, опытом. Круто. Слушай, а вот вообще в целом в Америке какое твое любимое место, любимый город, может быть, какой-нибудь парк, я не знаю, куда бы ты возвращалась там несколько раз или хотела бы вернуться еще раз. Я говорю не про там целый район, а вот именно какое-то, может быть, место в городе. Расскажи. Больше всего из всех городов мне понравится Бостон, но, к сожалению, это не танцевальная столица Америки. Но Бостон очень похож на нашу Москву, только очень маленький, уютненький и холодный, кстати, как Москва. И прям там очень здорово. И, кстати, вот я вот скажу, в Бостоне есть, как и в Москве, памятник уточкам. У нас есть памятник уточкам, точно такой же, как у них. Они нам подарили, и вот это очень мило. И я бы вернулась к этому памятнику с уточками. А так, на самом деле, с удовольствием вернулась бы еще в Нью-Йорк. То есть это второе место, потому что он огромный, и я много чего там не видела. То есть обойти его невозможно, и вот хочется возвращаться, чтобы именно, скажем так, изучить. Слушай, а скажи, пожалуйста, вот у тебя прошел такой большой курс обучения. Я чувствую, что ты наполнилась. И я надеюсь, что твои ученики сейчас внимают, ты с ними делишься. Мне бы хотелось тебя спросить, знаешь ли, ну, или определилась, может быть, каким бы стилем ты еще хотела бы позаниматься в России? Может быть, что-то такое, чего нет в Америке, что есть у нас, и чем бы, на что у тебя до сих пор не хватило времени, чем бы ты хотела еще позаниматься? Очень хороший вопрос. Сначала пойду от обратного. Познакомившись в Нью-Йорке, на самом деле, с джазом и со всей этой бродвейской штукой, я вот честно неравнодушна. Они немножко странные, все эти бродвейские постановки, но очень хочется это делать. Серьезно, очень хочется научиться реально именно бродвею, джазу. Прям не знаю почему, но совершенно другая энергетика. То есть даже если, скажем так, ты не будешь это танцевать на профессиональном уровне, это что-то такое, чего ты никогда в жизни не касался. То есть если у нас есть, в принципе, все направления, и бродвей у нас тоже есть, но у нас же нет такой индустрии мюзиклов, а там прям это все очень такое душесчипательное. Вот это я бы хотела изучить там. Хотя, я думаю, что это не профиль, поэтому скажем там для удовольствия. Что бы я хотела изучить здесь, после, кстати, и Лос-Анджелеса тоже, и, кстати, обязательно после Бостона, потому что в Бостоне был Пульс и был джаз, Брайн Фридман джаз и контем, я бы, конечно, подучила джаз. То есть в плане прям занялась бы здесь. Но, если честно, я вот как современник, не, скажем так, именно долгосрочные, как сказать, не институты, вот танцевальные, да, хореографические, я не знаю, где вот так вот могут профессионально меня научить, вот если честно. То есть мне кажется, этого, ну, не хватает. То есть если я хочу выбрать какую-то, скажем так, одну стезю и выучиться от и до, чтобы, да, начать с нуля и закончить, да, профессиональным педагогом хрёбов. Вот, то есть мне кажется, этого, в принципе, у нас наскорее не хватает. Я бы занялась, может быть, может быть, бы джазом. Но то, что у нас есть, честно, я даже не знаю, чего у нас прям нет. У нас есть всё. Мы тоже талантливые, мы тоже классные. И у нас, правда, есть всё. У нас хоть где-нибудь, но оно есть. Поэтому я думаю, что... Хотелось бы просто, чтобы это было более доступно для всех. То есть не был, скажем так, один педагог и там два раза в неделю. Хочется, если хочешь заниматься профессионально, хочется заниматься вот как туда. Ты приезжаешь и прям ты неделю по расписанию, каждую неделю фигачишь там несколько занятий. Слушай, заключительный вопрос тебе. Скажи, чем бы ты занималась, если бы не танцы? Да, это замечательный вопрос. Я обдумываю, чем бы я занималась. Я предполагаю, что если бы не танцы, я бы сидела в офисе Лукойла и перекладывала бумажки. Ну, то есть тебе бы это доставляло удовольствие. Нет, просто я бы сидела... Ну, скажем так, образование у меня разное. У меня не одно. И, скажем так, я, наверное, не из тех танцоров, которые, знаешь, говорят, типа, я умею только танцевать, и больше ничего не могу в этой жизни, поэтому буду танцевать. Нет, я могу делать многое. Ну, мне так кажется. И, в принципе, ко всему я могу приспособиться. И для меня, наверное, не было бы проблемы заняться чем-то другим, но просто, конечно, получать такое удовольствие, отдачу и, скажем так, возможность реализовываться, самореализовываться и понимать, что ты делаешь это для чего-то. Наверное, в других сферах, конечно, я бы не получила. Поэтому, как бы, танцы выиграют. Я понял. Ты осмотрел, в Бродвейд-дэнс-центр есть уровень, ну, не уровень, как школа по подготовке педагогов. Как ты думаешь, у нас в России это вообще такое можно запустить или... Без вариантов. Без вариантов. Да нет, я думаю, что можно и нужно, на самом деле. Да. У нас есть крутыхи. Да, есть крутые педагоги. Есть у кого-то учиться, да. Ну, клёво. На самом деле, просто очень бы, если честно, хотелось именно такой формат придержаться ему, потому что, ну, и люди, которые преподают, больше волнуют гораздо ученики, которые попадают к неквалифицированным педагогам. И потом, ну, ты знаешь сама, наверное, что когда приходит к тебе ученик, ты его вынужден переучивать, а это просто катастрофа. Он вроде говорит тебе, что я там прозанимался три года у кого-то, а вот сейчас такая, типа... А я сейчас как будто никогда не занимался. Да, да, вот. И поэтому, ну, клёво. Слушай, ну, а вот так, вообще, опять вернушись, если к Америке, ты как считаешь, ну, новичкам там, ну, есть кому пойти заниматься, либо это всё, ну, скажем так, больше для людей, которые уже, ну, научились танцевать, либо там можно к кому-то всё-таки новичкам поехать? Да, конечно, можно. Но на самом деле лучше всего для, ну, как бы для новичков, для тех, кто начинает или уже среднячок. Ну, в Нью-Йорк, наверное, лучше, потому что там уровни подготовки разные, и они действительно, ну, по уровню. В LA, конечно, сложнее, там гораздо меньше базовых занятий. Прямо реально меньше. В основном это, как бы, крутые педагоги, на то они и крутые, на то и Лос-Анджелес и столица. Вот, поэтому, конечно, можно, да, скажем так, начать с Нью-Йорка. То есть начать и как бы... Ну, тебе в целом вообще как поездка. Я не буду спрашивать, понравилось или не понравилось. Конечно, понравилось, я уверен. Вот, скажи мне больше так, вот сопоставляешь ли ты то время, что ты провела там, вот, с каким-то промежутком? Ну, то есть если ты провела там месяц, вот сколько это месяцев обучения в России? О-о-о-о! Ну, мне кажется, это зависит от того, сколько ходить, но я ходила много, ну, правда много. Ну, вот сколько? Прямо. Х6 или Х7? Ну, вот, допустим, за месяц обучения, так как у нас, правда, нет такого... Ну, скажем так, не то, что нет такого центра, у нас все очень разбросаны, у нас есть и топы, и всё у нас есть. Ну, если задаться этим, правда. Ну, даже если задаться этим вопросом, всё равно гораздо сложнее, но я думаю, что... Блин, ну, честно, по своему опыту, вот, правда, сколько я училась, мне кажется, я даже если здесь, вот, если бы я не съездила, я бы ещё года два училась тому, чему я научилась там. За месяц. Да, то есть в плане того, что не то, что, конечно, там прям сравнить, но то, что я понимаю, что здесь просто знания, они приходят как бы дольше, понимание, а там ты пришёл, и тебе прям прям... Дуф, 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 ты потом поспал с этим, проснулся и такой... Ваа, я понял, осознал жизнь. Лёва. Слушай, Лера, спасибо тебе большое за интервью, за время, что посвятила нам, вот, что приехала. Крутая у тебя была поездка, я себе это всё представлял и нереально вдохновлён, но я ещё тоже хочу посетить, наконец, Америку, вот, это была Лера Валюм, она же Ксения Кузнецова для завод Info. Всем спасибо. Пока.